Спортсменка из Челябинска Татьяна Кузнецова, известная тем, что стала первой женщиной с протезом, победившей в марафоне. Больше года не может добиться денег на обновление оборудования. Узнаем о причинах отказа. Татьяне Кузнецовой нужно два протеза для занятий спортом и повседневной жизни. В настоящее время у женщины есть один, но и тот не обновлялся уже около года. Предоставить необходимое оборудование ей должен был фонд социального страхования. Мне нужен этот протез. Для жизни мне нужен, потому что он нужен, потому что я в работе, в активе, в общественной жизни. У меня есть семья, у меня есть желание, как у любого другого человека. У меня очень много целей и планов. А спорт, потому что у меня кафедра спортивной медицины, в конце концов, я реабилитолог. У меня 31 год спортивных трасс за спиной. И я думаю, что я с этим должна просто умереть. И для того, чтобы чувствовать себя, так сказать, в физической форме. При ортокосмосе сегодня есть возможности. И они делают сегодня эти беговые, так скажем, ласты. Ее называют беговая ласта. Она просто углепластиковая такая ласта. Ее одевают гильзы, и человек как бы побежал. По ее мнению, местные власти должны были предоставить ей тренировочный протез за имеющиеся спортивные заслуги и награды. В 1989 году она с ампутированной ногой финишировала на марафоне в Нью-Йорке за рекордные 9 часов. Однако представители администрации отказались его предоставлять. В свою очередь пресс-секретарь фонда социального страхования Челябинской области Алексей Васильев заявил, что ведомство своевременно предоставляет спортсменке все необходимые средства для реабилитации. Татьяна Алексеевна мы обеспечиваем протезами для ее повседневной жизнедеятельности. И весь этот год с ней фонд очень плотно работал. В начале года был осуществлен ремонт протеза, на котором она сейчас передвигается. И я знаю, что сейчас уже подготовлены документы для закупки нового протеза. Это высокотехнологичный протез. Он очень дорогостоящий, свыше 3 миллионов рублей его стоимость. По поводу спортивного протеза хотелось бы пояснить позицию фонда. К сожалению, данный вид средств реабилитации не прописан в перечне, с которым фонд социального страхования работает, и изделиями, которыми мы обеспечим инвалидов. И в данном случае мы Татьяне Алексеевне помочь не можем, потому что это не компетенция фонда социального страхования. Тренировочный протез не входит в компетенцию фонда, поскольку вид не указан в обязательном перечне. Как рассказала Татьяна Кузнецова, в ноябре 2020 года в Орто-Космосе ей в очередной раз произвели калькуляцию стоимости протезов. Но власти Челябинской области все еще не выделили необходимые средства.